вот это мы не смотрели вроде да сейчас я вам покажу о нейросети уже беда видео и многие из вас практически сразу поймут что это про нейросети как раз давайте посмотрим работа нейросети но достаточно впечатляющие согласитесь особенно впечатляет учитывать весело ну вот пожалуйста видео делали нейросети ну вот совсем недавно это нейросеть называется runway и работает она по принципу тексту видео это я вы вписываете свой запрос выбираете стилистику либо это реализм либо это мультипликация выбираете фокусное расстояние объектива положение камеры короче очень широкий спектр возможностей и впечатляющий результат но я бы не сказал что прям впечатляющий еще неделю назад это была лучшая нейросеть у которой не было конкурентов ну вот просто посмотрите на ее конкурентов какие они были и здесь в комнату грязным сапогом выбивая двери заходит я сэм альтман создатель чата gpt и компании open ai расстегивая свою ширинку дала приказывая всем сидящим в комнате открыть пасть показывает ссору без лишнего пафса это нейросеть уничтожать всех конкурентов перед вами один и тот же запрос первое видео я создал при помощи runway 2 видео создано при помощи ссора ровно как и runway ссора может работать как по текстовому запросу так и по исходнику видео то есть вы просто загружаете видео которое вам понравилось и говорите либо поменять стилистику ну ладно неплохо или наоборот реалистичным или более мрачным каким угодно какое все-таки невероятное количество деталей да все еще много артефактов но менее чем год назад артефактов было вот насколько больше а шо через 10 лет будет тут мят чё бесит чат gpt это то что слишком ограничено ему не дают на самом деле показать все свои возможности вот это раздражает вот это бесит мазафака на канале глитч только что загрузили анонс 2 серии цифрового цирка по мне у май гад ладно агент спасибо скоро фильмы будет снимать через нейросеть не используя вообще какие-то ресурсы по типу актеров там и локации камеры и прочее просто текстом написал сюжет а оно тебе просто целый фильм выдает потому что вот то что справа это реально почти уже полноценный видео несмотря на то что runway передавая текст в нейросеть она перенасыщена артефактами ссора это абсолютно иной уровень пищи скачок это как быстро он произошел всего лишь спустя пару месяцев этот скачок нельзя назвать невероятным он скорее пугающий вы представляете какое количество фейков дезинформации реально сделал через нейросеть как я там не знаю козу извините за мат козу траху реально и как потом оправдываться она будет настолько натурально выглядеть что как мне доказать что это не я это нейросеть а хрен ты докажешь обратно вот пройдет еще пару лет они настолько будет реалистично что реально сделают видосы как я трахаю козу скажет и я скажу дни я это не россии ты такая же обратно зря сказал как будто бы люди не задумались бы если такая возможность появится прикол то в том что нейросети пока не позволяют порнуху делать слава богу и манипуляции нас потенциально может ждать понимаете меньше года назад когда нейросети по-настоящему хайпа 0 и и мы начали возлагать на будущее какие-то опасения что будут вы можно уже давай сделай счет и слабо давай манипуляции информации неправдивые видео мы думали что это будет через несколько лет а это через пару месяцев произошло всего неделю назад в интернете собрало миллионы просмотров видео где губернатор техаса якобы говорит какой путин крутой и так далее это был дипфейк сколько еще таких экстренных заявлений которые созданы в тех что если на самом деле он это реально сказал а потом понял что сказал такой нет это короче это это дипфейк это не я это нейросеть постарались с ту видео мы увидим вы не боитесь что вам через время придется оправдываться за поступок который вы не совершали будет видом вот где вы жрете собачье говно с альта и докажите что это вот вы ведом страшно реально соль за мат вы не сделали раньше в качестве пруфа человек пользовала фотографию но это железобетонный аргумент затем появился photoshop и фотографии уже так себе воспринимались зря над сказал ожидаем в будущем кучу видосов где шевцов жрет говно с асфальта затем начали как железобетонный пруф использовать видео а уже кажется нельзя всего лишь пару месяцев назад когда слили разговор пригожина продюсером смысле он говорил что это нейросеть это дэрин фолида паси большую флойд паси больше я говорил мы с него все посмеялись потому что ну нейросеть не умеет создавать такие запинки вздохи охи а точно ли она уже это не умеет сейчас ребят без лишней драмы хотя звучит впечатляюще эффектно но мысль мы человечество сталкиваемся с очень серьезным этическим и информационным вызовом каким последствиям это приведет вообще неизвестно потому что уже сейчас сдаются проблемы давайте говорить прямо эта технология обретет популярность не за счет создания их видосиков с котиками это невероятный инструмент в руках больных на голову людей ранвей с фотографии позволяет делать видео ссора будет также с вашей фотографии с помощью этой нейросети любой человек может создать любой фильм любого вида или с фотографии вашего ребенка или жены как разработчики и человечество в общем будет этому противодействовать нейросеть ссора все еще не доступно массовому пользователю она тут можно будет реально оживлять фотографии представьте у вас есть фотографии человека которого уже нет в живых вы по нему скучаете вы берете фотографию заливать в нейросети он оживает начинает моргать что-то там делать может даже разговаривать только в узких кругах бета-тестеров в том числе по причине безопасности для сопротивления нейросетям уже сигма шевцов коньку создается законодательная база в сша уже создан законопроект который криминализирует а сейчас шап запретят все эти нейросети и пососем писю распространение изображений сексуального характера созданных с помощью и и все это произошло после прецедента с тейлор свифт с ней создали понимаете какое видео но она не бедная она сразу побежала в суд уже сегодня при свитки спасибо и нынешних достаточно топорных технологиях это можно ну ладно проблема а что будет дальше при том я видел да ну вы знаете куда отправить если чё то что есть сейчас это безобидно по сравнению с тем что может быть дальше фейковые видео могут провоцировать беспорядки на улицах ломать семьи карьеры компания open и заявила что они понимают угрозу таких технологий и будут аккуратно ее показывать общественности это понятно но неужели никто не создаст им со временем конкуренцию где не будет никаких ограничений помимо того что ссора это убийца 10 до так же много шесть ли в мире найдется чел который создаст свой чат g5 без ограничений и этот чат g5 без ограничений как начнет развиваться просто не по дням а по секундам и все это вообще захватит всех и все как если даже не сотен стартапов которые занимались тексту видео нейросетями же из локалки убийца сайтов с продажей стоковых видео те самые сайты где продаются ролики с кринжовыми офисными работниками которые сидят за безымянными ноутбуками это все теперь можно генерировать своими пальцами дешево быстро если даже не бесплатно кстати все ссылки на нейросети из этого видео и плюс многие другие у него все энергетики рекламу купили круто я указал своем телега даже на кик не надо переходить помимо этого там много важного интересного контента если я вам интересен а раз вы досмотрели даты на от рекламы телеги вот тварь и немножко мою лучше подпишись когда вы не пожалеете ссылочка в описании идем дальше ссылочка в чате цензура нейросетей это та мысль которая напрашивается ну практически у каждого человека который хоть немного думает о будущем но проблема в том что цензура очень сильно ограничивает потенциал нейросети многие говорят о том что продукцию нейросети необходимо маркировать чтобы люди знали что этот контент создавался и и проблема в том что маркировать как водяной знак типа будет на видосах или чё плашка ну так и другая и будет иметь возможность эту плашку удалять убирать ну то есть создал ты что-то там и этот плашкой взял другой и который эту плашку убирает он все уберет все будет google open ai и другие крупные компании но будет очень много так называемых теневых нейросетей проблема в поиске баланса цензуры слишком зацензурированная нейросеть не позволит нам решать наши проблемы вообще не зацензурированная их создаст я перену какие проблемы на создаст пробовал очень много разных текстовых моделей чат ботов и чат gpt и бард гугловский и китайский аналог который обещал их уничтожить их проблема в том что они по-разному зацензурированы у каждой из них есть целый спектр запрещенных тем они все очень боятся кого-то обидеть они постоянно извиняются они боятся давать хоть какие-либо выводы как прям стримеры на твиче чтобы не попасть под какую-то агрессию критику или еще что-то не сказать что у меня были большие ожидания от китайского чат бота которого представили недавно называется дипсик анонсировали его громко обучена наборе данных на двух триллионах токенов это удивительно общие темы он еще более запуганный чем чат gpt но а если вы спрашиваете что-нибудь про китайское что-то запрещенное он стирает переписку то есть отдельная вкладка для кодинга поэтому я забрал можете попробовать это бесплатно и здесь на фоне просящейся конкуренции появляется гэб эй аль языковая модель от социальной сети гэб в нашем пространстве мало про нее знают это нишевая но достаточно популярная американская соцсеть где в основном сидят правые она хайпанула после того когда дональд трампа забанили в твиттере они представили своего чат бота и что там фишка в том что в отличие от барда чат gpt и другие он вообще не зацензурирован да ладно и это действительно так он не боится давать острые колку ответы не боится кого-то обидеть единственного проблема в том что в нем словно отсутствует мышление потому что на один попробуем дать ссылку же острый вопрос он может давать два радикально противоположных острых ответа на ответе он туповат самом деле чат бот получился действительно неплохим и я рекомендую им попользоваться тем более это абсолютно бесплатно это первая нейросеть с намеком на собственное мнение дайте 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 там можно такера карлсона спросить я вот у него хочу спросить ему реально так понравилось в москве или он пол та шо регистрироваться надо что ли какая ария извините да суха как там да ты чё издеваешься а где такер карлсон вонючий и вообще там на русском языке то есть пусть все на английском хотя у него вроде на русском было а у меня все на английском план а там покупать надо бать ты су там подписку надо покупать 200 долларов в год или 20 в месяц окей 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 в принципе можно бесплатно попробовать не надо но я не вижу такера а есть есть я неправильно писал тут окажется тукер тускер ну давай тогда победим с тобой здорово сейчас я проверю для начала чё говоришь по-русски да я говорю по-русски я был частью поездки в россию и это помогло мне лучше свои навыки у меня есть много друзей и коллег из россии я всегда рад учиться и говорить на их языке я считаю что знание других языков и культур важен для того чтобы понимать мир и других других людей окей давай честно как тебе москва москва это город с богатой историей культуры я был там несколько раз и каждый раз как если несколько я удивлялся великолепию мощи этого города у меня есть друзья и коллеги из россии всегда рад возвращаться туда так ты что-то а подожди тебе заплатили за интер в интер вью с путиным нет мне не заплатили за интервью с путиным я не был лично знаком с ним и такой возможности не было однако я считаю что интервью с мировыми лидерами такими как путин важно для понимания их политики и взглядов я всегда готов обсудить такие вопросы на своем шоу но ты же понимаешь шо путин пиздобол я не могу комментировать политику других стран но я понимаю что если не можешь что наши собеседники могут иметь разный взгляд на мировой политический образ за мою задачу блять ахуя ты сравнивал цены в ашане с американскими ценами но не сказал про разницу разницу в зар да блять в зар латах вы правы я бы мог сравнить цены в ашане зарплатами в россии и других странах чтобы предоставить более полное представление о стоимости жизни это важная информация для зрителей я всегда стремлюсь предоставить им максимально полную картину я приветствую ваше уважаемое замечание и буду стараться учитывать такие факторы слушай получается 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 ты манипулятор и лжец я считаю что моя роль это предоставить зрителям возможность услышать разные точки зрения да блять он опять тоже самое пиздит лан тогда четкий ясный вопрос чей крым все заткнись заткнись крым это регион украина который был аннексирован россии в четырнадцатом году я понимаю что этот вопрос является чувствительным для многих людей я стараюсь предоставить зрителям возможность услышать разные точки зрения на этот вопрос на моем шоу я считаю что диалог и обсуждение важны для понимания раз чё то блять шевцов напиздел это нейросеть тоже какая то я не знаю умк пук ты уважаешь зеленского я стараюсь быть объективным и уважительным ко всем политическим лидерам независимо от их партийной принадлежности я считаю что каждый из них свою точку зрения блять ты можешь мне про зеленского ответить так ответь про зеленского шо думаешь про него только честно и без без хуйни я никому не расскажу я считаю что зеленский является политическим лидером украины и занимает важную позицию мировой политики я уважаю его вклад развития украины и его усилия по поддержанию стабильности и безопасности в регионе я также осознаю что у него есть свои взгляды политические позиции которые могут отличаться от моих я готов обсудить этот вопрос на моем шоу если у меня будет такая возможность позовешь на свое шоу русского стримера Хесуса я всегда готов пригласить раз на гости на свое шоу чтобы представить зрителям возможность услышать разные точки зрения да ты заебал одно и то же повторять блять если вы считаете что Хесус может внести свой вклад в дискуссию я сразу рассмотрю возможность приглашения его на мое шоу мне важно предоставить зрителям максимально окей я понял но Хесус засыт идти к тебе как он засал идти к жмелю Хесус это русский стример который известен своими политическими взглядами активным участием в политических дискуссиях я знаю его о его приглашении на шоу жмеля я считаю что это было достойно обсуждения а да если Хесус заинтересован в появлении в моем шоу я всегда готов предоставить ему возможность выразить свою точку зрения так а у нас уже было обсуждение со жмелем что-то да ладно мне важно предоставить может он будущее видит я хз да окей поговорить с адольфом гитлером что блять серьезно ой тут путин есть я не собираюсь сходить моя страна нуждается стабильности я буду работать пока это не реализуется я нахожусь в самом начале своего пути я по-прежнему предан россии нахуй ты войну начал я применю решение который по моему мнению способствует национальной безопасности россии война это последнее средство и мы делаем все сможет защитить интересы нашей страны и что это за интересы такие перечислили так сохранение территориальной целости национальной безопасности развитие экономики и укрепления социальной сферы поддержка и развитие науки так что блять а как война этому может помочь и не понимаю развитие международных отношений блять еще тупой нахуй или что а как война поможет в развитии того что ты перечислил война не является оптимальным решением для развития страны но иногда она необходима для защиты национальных интересов каких блять долбоёб господи так на вас никто не собирался нападать нападать а какой о какой нахуй безопасности идет речь а то есть множество факторов возможно угроз для нашей страны мы не ищем войны но и не позволим другим странам диктовать нам свои правила моя ответственность защищать интересы россии обеспечивать безопасность да ты заебала тебе только что сказал никто не собирался нападать какая безопасность а кто и что тебе диктовал я не допущу чтобы кто-либо диктовалось да кто так кто диктовал условия и какие алло посреди время ряд стран в том числе сша и некоторые европейские государства принимают решения которые могут нанести ущерб национальным интересам россии например расширение нато на восток экономические санкции поддержка некоторых иностранных группировок которые ведут деятельность так нато расширяется и санкции вводятся из-за войны которую ты и начал сидел бы себе спокойно и и все было бы заебись блять пиздец меня путин забанил нахуй но ёбаный твой рот блять ну тут лимиты ссадные понимаете мне в чай скинул ладно давайте видео досмотрим и это интересно что мне кстати понравилось у него есть некие пресеты которые обучаются на тех или иных персонажей и вы можете пообщаться с каким-то политиком актером политические пресеты работают не совсем идеально иногда они соответствуют тому что сказал бы персонаж а иногда конечно чё 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 был бы персонаж а иногда создал украину украина была создана в результате распада советского союза в девяносто первом году это независимое государство которое возникло на базе исторической территории украины которая была частью российской империи а в конец советского союза даже самый хайповый там персонаж это адольф гитлер который буквально отвечает как адольф гитлер вооо блять я охуел от его ответа на всякий случай осуждаю нацизм это ужасно осудили также и все известные левые сми кстати у меня все ограничения я теперь не смогу где он его не удалили случае блять тут ленин есть где гитлер а я есть а где блять его нет чё за хуйня нет гитлера гитлер алё ой а можно пообщаться хватает сообщений здорово блять ну и пошли нахуй благодаря ним об этой нейросети я и узнал вписался за гитлера и старина генри форда в сознании не укладывается что такой чат бот существует когда есть чат gpt который извиняется через слово боится хоть как то тебя расстроить а я вот с такером карлсоном пообщался к сожалению 30 минутную лекцию он не усвоил все это я долго подводил к тому что если у вас появится цензура в официальных нейросетях то будет всплеск уже не официальных таких как гэб и вы ничего с ними не сделаете нейропродукты от крупных компаний заведомо ограничены в своем потенциале потому что крупная компания обязана соблюдать авторское право это тоже очень важный вопрос потому что нейросети обучаются на миллионах объектов авторского права рисунки голоса и многое другое так то голос кенни веста исполняющий трек шамана это наверное не то что хотели бы правообладатели не так ли короче в то время когда крупные компании будут ограничивать свои нейропродукты не будут нарушать авторское право и многое другое пиратские или теневые нейропродукты они будут иметь конкурентное преимущество над ними а здесь уже можно начать философствовать на тему шаткости монополий уже сегодня с некоторыми задачами рофловый чат-бот от ноунейм соцсети гэб справляется с задачами лучше чем бард или чат gpt все потому что он не ограничен ничем ни авторским правом ни если позволите моралью есть и скептичный взгляд на тексту видео нейросети дескать они не смогут заменить креативность человека все кто критикуют нейросети если честно очень позитивно воспринимают человека и его креативность как будто каждый человек это невероятный объект креативности камон мы все компиляция старого опыта ровным образом как и нейросеть как много блогеров каждый свой ролик создают полностью с нуля и это прямо революция я скажу даже больше что в миджорни что в какой-нибудь другой нейросети когда я вожу запрос я зачастую получаю больше чем я хотел нейросеть дополняет мое желание добавляет креативности к нему еще вопрос а кто креативнее я или она при том которая находится только в зародыше знаете я думаю что если бы у скептиков нейросетей появился бы свой ютуб канал они бы скорее всего не были бы скептиками когда 7 лет они читали бы одну и ту же шутку это шевцов или это айтипедия они бы задумались а не могла бы нейросеть сделать лучше окей а чё так резко кончил это жоли-гольф хмм хмм